дорогие друзья всем добрый день меня зовут павел рад видеть вас на своем канале в паблике в инстаграме у нас сегодня будет выпуск хаски новостей но такой немножко необычный мы будем сегодня гулять потому что просили показать как у нас прогулки проходят где где мы гуляем но в принципе кто часто смотрит мой бог как бы знает вот эти все наши места нашу приму вон там горочка километровая здоровенная который забирает все наши силы на прогулке соответственно сейчас я пошел скобой вот остальные дома остались потом приду может быть еще кого-нибудь возьму погуляем я хотел сегодня покататься на велосипеде но блин сыровато не знаю может быть еще прокатимся зохана возьму покатаемся она посмотрим и так значит выпуск хаски новостей у нас получается все щенки из помета зоха нас а усе разъехались то есть наш помет который был на буковку я все все нашли дома вот значит ясмина у нас уехала она в колязин уехала это не очень далеко от нас так чудо крепление щелкнул я все нормально это не очень далеко где километров 70 60 вот а ясно на прошлой неделе уехала она в посаде в сервис посаде то есть но это вообще буквально 30 километров совсем рядышком давай 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 иди иди ой боже мой зачем мы сюда пошли тут такая грязюка у нас на участке чисто а вот это о коба ты аккуратней в ужине наступит молодец молодец значит как бы вот то есть так вот мы ездили с бреней к ветеринару нашему еще до 2 такой небольшой командировки когда вот печку делали он сказал ухо хорошо заживает то есть ранка рубца новость со временем она полностью примет свою естественную форму она уже почти стоит как надо вот единственное что как бы все равно видно что ну форма чуть-чуть разные ну соответственно это быстро быстро заживет вот то есть как бы никаких операций делать не пришлось то есть это как бы очень хорошо значит у нас прошла глистогонка всех собак на прошлой неделе мне по-моему говорил да я так он даже поспица ну ладно это не критично так как бы все нормально штатном режиме так сказать неинтересные будни значит смотрите у нас вот она это наша любимая горочка который мы поднимаемся вместе с кобой причем кстати коба за то время пока вот он уже на на мясном питании на натуральном пойдем говнюк он схуднул и по весу чувствуется надо будет его сегодня взвесить посмотреть то есть он стал легче ощутимо я думаю по прикидкам у килограмма два он точно скинул потому что нам как бы посоветовали после выйти из выставки которая была в серпухове фоточки которые я вот выкладываю периодически это оттуда то как бы нужно чуть-чуть чуть-чуть сбавить вес ну соответственно переход на натуральное питание и уменьшение веса как бы совпало то есть соответственно как поменяли он сразу начал вес сбрасывать и как бы сейчас мы посмотрим как у нас подготовка сейчас идет к выставке то есть мы ходим гуляем бегаем тренируемся посмотрим что как у нас это покажет посмотри ну короче все покажет время вот так вот но по собаки вроде никаких замечаний нету так чтобы что-то у него в худшую сторону поменялось после того как мы только он соус и перестал кушать окану нету ну а это самое главное там уже будем смотреть как бы что и как соответственно сейчас вот уже чуть и там пожар что ли он смотрите кого подожди непонятно или листья жгут ли это печку так затопили ладно значит пошли ай молодец значит коба сейчас находится у меня на поясе который мы купили это пояс из стая люпина вот этот потяг с амортизатором это тоже стая люпина карабин за 100 рублей из магазина строительного вот и сейчас коба в обычной прогулочной шлейка не для нагрузок то есть в них у нас взрослые собаки просто ходят просто ходят не бегают не тянут то есть просто для ходьбы там ветеринару съездить и тому подобное потому что мы сейчас просто идем вот и как бы вот это такой вариант для прогулок не предполагающий нагрузок соответственно вы наверное видели несколько видео назад как мы катались там уже совсем другая шлейка вот x-back мы обновку померили которую нам ольга протасова сделала кстати очень хорошо хорошая вещичка то есть и старая как бы хорошая их новая тоже хорошая вот поэтому как бы вот так вот вот сейчас ну поскольку у нас видео как типа новости поэтому мы и выбрали такое более спокойное снаряжение чисто для ходьбы соответственно как бы по комфортно ходьбы с хасками когда раньше ходил с поводком на руке было очень неудобно соответственно вот эти вот все так сказать приспособление то есть пояс потяг с амортизатором они дают очень хороший комфорт то есть если хаска то так ходить одно удовольствие потому что собака и потянуть может немножечко и вам удобно руки свободны и все в этом духе соответственно причем у нас как бы разные собаки и они все по-разному гуляют например зохан он просто машина которая создана тянуть ну конечно я имею ввиду что он лучше всех тянет среди ну наших хасок вот так сказать в нашей семье вот коба он тоже любит потянуть но ему нужно пару либо за кем-то бежать то есть он у нас такой догоняющий шансы прайд в этом плане они полностью отморожены им только встать в упряжку они будут бежать пока пока не устанут ну как бы им уже можно получается полтора почти полтора года то есть их надо то есть их можно как бы вставить и пинкаем под зад и пошли пошли работать так сказать вот девочки у нас тоже бегают ну средненько конечно с шансом прайдом и зоханом не сравнится но например мы когда прошлой зимой катались там в викторию это юлину крестницу ну и 13 лет 12 13 в этом году они хорошо утягивали их девочки они послушные как девочки они послушные с ними приятно гулять они поворот их знают стоять вперед то есть очень хорошо значит мы сейчас поднялись наверх вот он тут у нас поля наши вот они красотульские поля с этого холма когда темно открывается хороший вид на нашу деревню вон там вот куда я сейчас показываю вот вот этот склон потихоньку начинает застраивать там уже два или три дома готовы еще строится так что люди оценили вид тут открывается красивый он там видно сейчас с вершины холма но зато зимой тут так продувает что мама не горюй вот значит еще такой момент что там касательно самого выгола сам выгол у нас как я стал происходит в обмундировании собак с поводка ничего себе такой у меня в возрасте такого нету да и сейчас такого нету значит о-ой-ой потянул куда-то потянул морда значит коба хорошо ходит но имеется ввиду спокойно то есть ним приятно гулять то есть он Вот сейчас вот только инициативу проявил. Вон там вот проехали соседи по участку. Вот, значит... А на чем я остановился-то? Да, здесь у нас очень сильные ветра, очень сильные переметы на дорогах. То есть иногда засыпают по пояс. Поэтому тут регулярно ездят у нас эти... грейдеры и чистят, соответственно, вот эту дорогу. Потому что деревня у нас жилая. И, ну, если не в будних... Будних тут мало кто живет, но даже зимой на выходные приезжают. Вот поэтому как бы вот так. Вот такая вот у нас красота. Пойдем, 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 пойдем. Вот. Ну, в принципе, вот так. Так, а так я уже по мелочи... А, да, еще про сам выгул собак. Значит, собак, то есть никаких с поводков я никогда не спускаю. Вот. То есть они всегда, ну, так сказать, пристегнуты ко мне. Либо поводок в руках. Вот, соответственно, если... То есть любая активность у нас происходит, так сказать, под контролем. Потому что, не дай бог, чтобы не убежали. Там у нас много живности. Мало ли, возьмут след и ищи их в другой деревне. Вот. А то и вовсе могут кто-нибудь взять себе красивую собаку и все. И приплыл котенок, так сказать. Вот. Поэтому, что касается хаски, лично мое мнение, что с поводка их спускать не стоит вообще никогда. То есть... Да. Если нужно какую-то вольность дать собаке, ну, можно купить поводочек метров на 20-30. И вольности собаке хватит за глаза. Вот, значит, смотрите, здесь какая у нас красота. Это у нас вот такие две березки красивые. Там качельки повесили между ними. Это вот как раз стройка тут такая. Это разные участки, разные владельцы. Вот в этом году построили дом вот такой вот. Вон там вот тоже достраивают. Вон вдалеке и там еще. Вот. То есть строят, обустраиваются. И здесь очень много по вот этой верхней деревне. Очень много ремонтируются, достраиваются, доделаются. То есть как бы хорошо деревня живет. Вот. Сейчас пока был 4 дня на этом, в этой командировке небольшой. Смотрите, как все поменялось. Вот это красота. Просто красота. А? Балдеть. Пойдем, пойдем, пойдем. Коба. Смотрите, какая красота. Вот. У нас тут участки тоже красота. Вот у нас тоже листья там, дуб красный стал. Но тут просто красоты больше. У нас клёнов мало. Тут смотрите, какие. Обалдеть. Вон, Копчинский. Вот такая вот красота. Вот так. Вот так. Ну там это зеленое. Это не очень красиво. А вот красивое. Во. Шикарно. Шикарно. 3000. Вот так. Вот. Ну, в принципе, вот такой вот небольшой выпуск новостей, дорогие друзья. Вот. Так что, надеюсь, он вам понравился, был интересный. Поэтому не забывайте ставить лайки, нажимать сердечки, пишите комментарии. А с вами мы скоро увидимся в следующем видео. Всем пока. Удачи. 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 Субтитры сделал DimaTorzok